Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за предоставленную мне возможность выступить. И если говорить о затратах на здравоохранение, то, конечно, они растут во всем мире очень быстрыми темпами. И происходит это абсолютно во всех областях клинической медицины, не только в онкологии, потому что появляются инновационные препараты, которые, конечно же, стоят дороже, чем те, которые мы применяли ранее. Если посмотреть на стоимость онкологических препаратов, которые были выведены на фармацевтический рынок в 2000 году, то в Соединенных Штатах средняя стоимость лечения пациента в течение месяца составляла около 1000 долларов. К 2010 году средняя стоимость лечения пациента инновационными препаратами уже выросла до 10 с лишним тысяч долларов. То есть мы понимаем, что действительно каждый следующий инновационный препарат, он, как правило, стоит дороже, чем те, которые мы применяли ранее. Как правило, речь идет о препаратах, которые используются в достаточно сложных клинических ситуациях, когда ожидаемый период дожития составляет около одного года, и в среднем они увеличивают среднюю продолжительность жизни на полгода. Если говорить о структуре инновационных препаратов, которые выводятся на рынок, то достаточно малое количество химиопрепаратов, вы видите, очень небольшое количество иммунопрепаратов, в среднем один препарат в год выходит на рынок, и в основном речь идет именно о таргетных препаратах. При этом затраты на лечение растут гораздо более быстрыми темпами, чем растет эффективность этой терапии, то есть каждое следующее улучшение прогноза пациентов дается нам все большими и большими затратами. И сразу возникает вопрос, а должны ли мы вообще увеличивать затраты на здравоохранение? Что это нам дает? Вот на примере стран Евросоюза мы с вами видим, что существует достаточно тесная корреляция между объемом затрат на здравоохранение и средней продолжительностью жизни. Особняком стоят Соединенные Штаты. Мы видим, что затраты на здравоохранение в этой стране максимальны, но при этом они не конвертируются в дополнительные годы жизни. То есть мы можем говорить о том, что эта система здравоохранения действительно не слишком эффективна. И та же самая ситуация характерна и для Российской Федерации, потому что даже при наших достаточно скромных расходах на здравоохранение все-таки средняя продолжительность жизни у нас могла бы быть существенно выше, чем та, которую мы имеем на сегодняшний день. И, конечно, увеличение затрат на здравоохранение влияет не только на заболеваемость, но и на прогноз уже заболевших пациентов. Это данные по странам Евросоюза. Вот мы с вами видим, что в тех странах, таких как Румыния и Польша, где затраты на здравоохранение минимальны, отношение смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний максимально, в отличие, скажем, от Франции, от стран Бенилюкса, где это соотношение гораздо ниже. Если говорить о государственных расходах на здравоохранение в разных странах, то в Российской Федерации на протяжении последних лет они варьируют в пределах от 3,6% до 3,8% валового внутреннего продукта, тогда как в абсолютном большинстве развитых стран эта величина составляет от 7 до 9,5%, в странах Восточной Европы, как правило, 5-6%. То есть мы можем говорить о том, что да, у нас сегодня существует достаточно серьезное финансовое ограничение, именно поэтому мы с вами должны очень тщательно отбирать те медицинские вмешательства, которые мы можем использовать в клинической практике и при этом учитывать не только клиническую эффективность и переносимость терапии, но и ее стоимость. С этой целью проводится комплексная оценка медицинских технологий, причем первично, конечно же, оценка клинической эффективности и безопасности на основе принципов доказательной медицины. Только в том случае, если мы уверены, что действительно эта терапия дает какие-то клинические преимущества, только тогда мы переходим уже к оценке эффективности затрат и к оценке влияния на бюджет, то есть проводим фармакоэкономический анализ. Если мы с вами посмотрим на определение фармакоэкономического анализа, то уже из него понятно, что при проведении таких исследований мы должны не просто посчитать деньги, которые мы потратим в том или ином случае, мы обязательно должны понять, что мы за эти деньги получаем взамен. И отсюда очевидный вывод, что фармакоэкономические исследования только тогда могут использоваться в качестве основы принятия адекватных управленческих решений, если они базируются на надежных клинических данных. Этот подход на протяжении последних 20 лет начал активно использоваться практически во всех развитых странах, будь то Северная Америка, будь то Австралия или Новая Зеландия, или страны Европы. В том или ином варианте фармакоэкономика используется при решении проблем, связанных со здравоохранением. При этом и клиницисты на сегодняшний день говорят о том, что им необходимы эти фармакоэкономические исследования, хотя они говорят о том, что их нужно не только правильно провести, но и сделать их результаты понятными для клиницистов и организаторов. Хотя нужно сказать, что тут есть достаточно серьезные различия. Например, если онкологи Соединенных Штатов считают, что для пациентов должны быть доступны все медицинские вмешательства, которые характеризуются высокой эффективностью, то, скажем, онкологи Канады говорят о том, что должны быть доступны только те вмешательства, которые характеризуются высокой эффективностью затрат. Так или иначе, когда мы говорим об инновационных технологиях, конечно, наша задача понять, насколько вот эти дополнительные затраты оправдываются теми дополнительными клиническими преимуществами, которые мы увидим при их использовании. И при этом особенностью фармакоэкономических исследований, в отличие от исследований клинических, является то, что невозможно по целому ряду причин перенести результаты фармакоэкономических исследований, проведенных в других странах, на российскую почву. И поэтому при принятии решений, при разработке рекомендаций, при разработке порядков ведения пациентов, все-таки нам обязательно нужно использовать именно наши отечественные фармакоэкономические исследования. Конечно же, доступность медицинской помощи, она зависит от объема финансирования здравоохранения. Это очень четко показано на этом сравнительном исследовании, которое было проведено в Великобритании и Польше. Оценивались одни и те же онкологические препараты. Ни в одном случае не было сомнений ни в клинической эффективности, ни в переносимости терапии. Но при этом положительное решение о возмещении затрат было принято в 41% случаев в Польше и в 67% случаев в Великобритании. То есть снижение бюджета, оно, конечно, влечет за собой и снижение доступности инновационных медицинских технологий. Если говорить о методологии проведения этого анализа, то чаще всего при анализе эффективности затрат на препараты, которые используются при лечении, в частности, метастатической меланомы, используются достаточно простые марковские модели из трех основных клинических состояний. Это заболевания без прогрессирования, прогрессирование и смерть пациента. И в качестве интегрального показателя эффективности затрат используются затраты в расчете на один дополнительный год жизни пациента либо с учетом качества, либо без учета качества. Сразу возникает вопрос, а сколько на самом деле готовы заплатить наше государство за один дополнительный год качественной жизни пациента? Конечно, эта пороговая величина, она зависит от объема финансирования здравоохранения. В Соединенных Штатах на сегодняшний день чаще всего обсуждается величина порядка 100 тысяч долларов за один дополнительный год качественной жизни. В странах Западной Европы это от 30 до 50 тысяч евро, как правило. Если опираться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, то приемлемый уровень эффективности затрат – это утроенная величина валу внутреннего продукта на душу населения. То есть на сегодняшний день для Российской Федерации эта величина порядка полутора миллионов рублей. Но нужно сказать, что нигде и никогда этот порог не используется механистически. И даже Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день уже критикует эти подходы, потому что сегодня мы видим, что в этом случае в странах с не очень развитой экономикой пациенты будут полностью уже лишены современных инновационных препаратов. Если мы посмотрим на опросы, проведенные в Соединенных Штатах, то онкологи говорят о том, что с их точки зрения, если препарат не только повышает качество жизни пациентов, но и увеличивает среднюю продолжительность жизни, то этот порог должен быть увеличен 2,5 раза. Та же самая ситуация характерна для Канады, для Швеции, для Великобритании. То есть есть четкое понимание того, что в онкологии улучшить прогноз пациентов крайне сложно, и это требует дополнительных денег. Если говорить о средней эффективности затрат на инновационные препараты, используемые в онкологии, тут мы видим, что для Соединенных Штатов на сегодняшний день эта величина порядка 150 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни, то есть это порядка 10 миллионов рублей в пересчете на сегодняшний курс. При этом с каждым годом появляющиеся на рынке препараты становятся все более дорогостоящими, и этот коэффициент растет. Мы с вами видим, что со 100 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни в 2004 году, мы пришли уже к величине больше 200 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни. И что же мы имеем на сегодняшний день? Конечно, самый дешевый вариант терапии – это химиотерапия, это докарбазин. Но на сегодняшний день у нас же с вами есть и иммунотерапия, такая как эпилемумаб, и таргетная терапия – это вимурафениб, это даброфениб, кобиметениб и трометениб. Сразу скажу, что на сегодняшний день и эпилемумаб, и кобиметениб, они зарегистрированы действительно в Российской Федерации, но на сайте госзакупок пока данных о стоимости этих лекарственных препаратов нет, аукционы пока не проводились, ну и поскольку эти препараты пока не входят в перечень жизненно важных, необходимых лекарственных препаратов, нет и зарегистрированных цен. Поэтому с фармакоэкономической точки зрения мы сегодня можем обсуждать только три альтернативы – это вимурафениб, даброфениб и комбинация даброфениба с трометенибом. Что мы видим? Мы видим, что по результатам аукционов за 2016 год в среднем стоимость пациента вимурафенибом в течение месяца составляет 500 тысяч рублей. Если говорить о даброфенибе, то это величина около 400 тысяч рублей. Ну и когда мы говорим о комбинации даброфениба и трометениба, то каждый месяц лечения обойдется в 760 тысяч рублей. Конечно, мы должны говорить не только об общем объеме затрат, мы должны говорить об эффективности этих затрат, соответственно, мы должны оценивать клиническую эффективность. Нужно сказать, что существует целый ряд метаанализов, сравнивающих различные ингибиторы БИРАФ и комбинации БИРАФ и МЭК ингибиторов. Но сразу скажу, что результаты этих метаанализов достаточно близки между собой, и различаются они в зависимости от включенных исследований, в зависимости от сделанных допущений, ну и, конечно, в зависимости от того, производитель какого именно препарата спонсировал проведение этого метаанализа. В целом, все они показывают, что даброфениб и вимурфениб сопоставимы по клинической эффективности, и все они говорят о том, что комбинация ингибитора БИРАФ и МЭК, она, безусловно, клинически более эффективна, чем монотерапия. Если на основе этих результатов просчитать марковскую модель, включающую эти параметры, то мы увидим, что в среднем на терапию пациента вимурфенибом у нас уйдет более 3,5 миллионов рублей, на комбинацию даброфениба и траметиниба более 8 миллионов рублей, потому что у нас увеличивается период выживаемости без прогрессирования, соответственно, мы дольше лечим этого пациента, и затраты наши возрастают. И если посмотреть тот самый коэффициент, стоимость одного дополнительного года жизни с учетом без учета качества, то мы увидим, что для монотерапии коэффициент составляет от 5 до 7 миллионов рублей на один дополнительный год жизни, и 9,5 миллионов рублей для комбинации. Если говорить о количестве лет жизни с учетом качества, то эта цифра еще более возрастает, составляет от 7 до 9,5 миллионов рублей для монотерапии и около 13 миллионов рублей для комбинированной терапии. При этом подтверждается все тот же самый принцип, что каждое следующее улучшение прогноза дается нам путем все больших и больших затрат, и если посмотреть на эффективность дополнительных затрат на комбинацию доброфениба с трометенибом по сравнению с монотерапией доброфенибом, то один дополнительный год жизни обойдется нам 15 миллионов рублей. То есть мы с вами понимаем, что да, на сегодняшний день это дорого, но как выглядит экономическая эффективность других препаратов, которые используются в онкологии? Вот мы видим, что использование пиметрокседа во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого характеризуется коэффициентом эффективности затрат около 6,5 миллионов рублей на дополнительный год жизни с учетом качества. Использование абиротерона во второй линии терапии после доцитоксела при метастатическом раке предстательной железы характеризуется коэффициентом эффективности затрат порядка 5,5 миллионов рублей на один дополнительный год жизни с учетом качества. Использование оксетениба по сравнению с сарафенибом при метастатическом почечно-клеточном раке после неудачи терапии цитокинами характеризуется коэффициентом эффективности затрат примерно в тех же пределах около 5,5 миллионов рублей на один дополнительный год жизни с учётом качества. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день терапия ингибиторами БИРАФ и комбинация ингибиторами БИРАФ и МЭК – это в общем терапия, которая экономически сопоставима с эффективностью затрат на те лекарственные препараты, которые уже включены на сегодняшний день в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, ну как, например, пиметрексет и абиротерон. И если говорить о том, зачем нам нужны фармакоэкономические исследования, которые дают такие ужасающие на первый взгляд результаты, то, конечно, в первую очередь это всё-таки обоснование необходимости увеличения бюджетных затрат на медицинские вмешательства, которые действительно являются клинически эффективными. То есть на сегодняшний день, когда мы разговариваем с нашими чиновниками, мы должны всё-таки им показывать, каково будет влияние на бюджет, но мы должны им объяснять, какова будет и социальная составляющая этой терапии, и каково будет увеличение продолжительности жизни при этой терапии. И если говорить о принятии адекватного решения, то, конечно, мы должны в первую очередь помнить о том, что фармакоэкономика – это то, что меняется очень быстро, у нас меняется ценовая ситуация на рынке. Безусловно, наше государство, наши органы здравоохранения должны договариваться с производителями лекарственных препаратов о возможностях разделения риска, о возможностях снижения цены препарата при каких-то гарантированных объёмах потребления. Конечно, мы должны заниматься стратификацией пациентов, потому что сегодня мы действительно слышали о том, что есть предикторы ответа, и, конечно, в первую очередь мы должны лечить тех пациентов, которые получат от этой терапии максимальную пользу. Ну и, кроме того, конечно, нам крайне желательно было бы иметь регистр пациентов для того, чтобы мы могли опираться не только на результаты контролируемых испытаний или наблюдательных исследований, проведённых за рубежом, но и на данные по эффективности этой терапии в нашей российской популяции. Большое спасибо. Большое спасибо за очень интересное сообщение, наверное, особенно в этой аудитории, потому что, ну, мы все себя считаем хорошими врачами, но плохими экономистами, плохо понимающими, как всё это происходит вообще. Немножко на землю опустили. У меня вопрос. Есть конкретная сумма денег, которая уделяется на здравоохранение, правильно? Есть болезнь, которая стоит столько-то денег. Эта цифра неоспособимая. То есть, нас вынуждают встать в позу Господа Бога, чтобы делить нас чистых и нечистых. Вот, уж простите, какие грубые слова, может быть, да? Вот как это всё можно смягчить, может быть, подскажете? Ну, на самом деле, на мой взгляд, это вот тот инструмент, о котором я говорила, который на сегодняшний день обсуждается и, возможно, будет реализован в некоторых регионах. Это пилотный проект по разделению риска с производителем. То есть, это ограничение выплат производителю либо в зависимости от выявленной эффективности в нашей популяции, либо это снижение цены взамен на какой-то гарантированный объём потребления. Второй момент – это, конечно, всё-таки стратификация пациентов. Это всё-таки очень тщательный отбор тех кандидатов, которые реально будут характеризоваться максимальным клиническим эффектом. И мы должны понимать, что каждое следующее улучшение прогноза, то, о чём говорила Светлана Анатольевна, три года, да? И мы понимаем, что каждый месяц мы будем платить 700 тысяч рублей. То есть, должно быть явное понимание того, что в обществе должны быть приоритеты. Российская Федерация себя позиционирует как социально ориентированное государство. И разговаривать с нашими чиновниками, на мой взгляд, надо как раз, пытаясь изменить ситуацию с финансированием здравоохранения, которая для такой великой страны, как Российская Федерация, наверное, на сегодняшний день всё-таки неприемлема. Спасибо, Игорь Иванович. Спасибо большое. Спасибо большое заставило нас немножко вздрогнуть, хотя мы все знаем, что ситуация такая. У меня вот у вас был слайд, где сколько процентов ВВП на здравоохранении. И когда у нас 3,9% ВВП, другие страны, которые поменьше с экономикой, ноль, они дают там 4,4,5%. И мой вопрос, Михаил Валерьевич, то, что говорил, а действительно ли хватит денег на жизненно важные препараты, кто принимает решение о внесении в жизнь важных препаратов, и сумеем ли выйти из этой ямы? Проблема в том, что у нас ситуация вообще сложная именно потому, что когда мы включаем препарат в перечень жизненно важных и необходимых препаратов, а я надеюсь, что все препараты, о которых мы говорили сегодня, они будут всё-таки включены. Во всяком случае, насколько мне известно, производители подавали заявки в Минздрав, и сейчас проводится экспертиза. Но наличие этого препарата в перечне совершенно не гарантирует доступности этого препарата. То есть речь может идти только о том, что, имея препарат в перечне ЖНВЛП, можно всё-таки пытаться разработать какие-то региональные программы, либо федеральные программы. Ну, в ряде случаев нам это удавалось, но боюсь, что это было вот в те тучные годы, когда денег было больше, чем сегодня. Часть препаратов, которые, жизненно важные препараты, включены в этот список тогда, когда государственные деятели клюют в одно место. Ну, мы всем желаем здоровья, но всё-таки хотим, чтобы они тоже понимали, в какой стране мы живём. И, наверное, только через личную какую-то заинтересованность мы можем к этому прийти. Конечно, что лечение дорого, денег мало, но вообще такая практикуется система, может быть, скажем, какую-то небольшую часть, например, государства, вернее, основную стоимость покрывает государство, какой-то процент посильный всё-таки, ну, да, более-менее такой популяции, перелагает на пациента, вот тогда с такими совместными усилиями. Этот проект разрабатывался в Минздраве, вопрос о сооплате вставал, но это было признано неверным подходом. И, кроме того, когда мы говорим о метастатической меланомии, я думаю, что это не тот случай, потому что 700 тысяч в месяц, ну, хотя вот тут мы слышали, что есть 200 человек таких, которые готовы были платить за это лечение, я думаю, что в целом для российской популяции это не очень серьёзно, поэтому это скорее касается тех заболеваний, которые оказывают, которые менее дорогостоящие, но при этом для них очень высокая нагрузка на бюджет, потому что заболеваемость высокая, а для метастатической меланомы ситуация ведь совершенно иная, потому что пациентов-то всё-таки не так много, именно поэтому нагрузка на бюджет будет не очень велика, даже если государство возьмёт на себя львиную долю вот этих затрат, но это на мой взгляд. — Оценивается ли работоспособность тех пациентов, с учётом того, что более молодое население страдает, именно сейчас повышается их количество заболеваемости, и чем выше работоспособность, тем моложе человек, тем, наверное, наоборот, выгоднее его вылечить или поддержать работоспособность? — Вот очень хочу на это ответить, потому что на самом деле наши западные коллеги зачастую говорят о том, что непрямые затраты, а это именно вот этот недополученный доход, они зачастую больше, чем прямые медицинские затраты. Но, к сожалению, в Российской Федерации на сегодняшний день достаточно низкая средняя заработная плата, ну, порядка 30 тысяч рублей. То есть если мы эти 300 тысяч в год даже сэкономим за счёт того, что пациент останется трудоспособным, всё равно мы потратим оставшиеся 3,5 миллиона на лекарства. То есть в нашем случае, к сожалению, непрямые затраты – это не очень большой вклад в общий объём затрат. — Но выход какой-то всё-таки есть, как вы думаете? — Бороться. Других вариантов нет. — Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. — Спасибо. Продолжение следует...